Подрядчик срывает сроки капитального ремонта в Октябрьском, а жители, в свою очередь, боятся впускать строителей в свои квартиры. Чтобы разобраться в этой ситуации, на место выехали представители администрации и руководитель областного управления технического надзора капитального ремонта. Подробности в нашем следующем сюжете. Региональная программа капитального ремонта рассчитана на 4 года. С 2014 по 2017 в городском округе Люберцы проведены работы в более чем 500 домах, а это более четверти от их общего количества. В проведении капитального ремонта есть как и свои лидеры, это компания ЛГЖТ, так и аутсайдеры, которые не выполнили работы. В первую очередь, это не исполнение краткосурочных планов реализации программы. Так, в 2016 году из 117 многоквартирных домов по разным причинам не закончен ремонт 26 многоквартирных домов. Это без малого четверта запланированного объема. На заседании в администрации с управляющими компаниями и подрядчиками были выявлены 4 компании, у которых прогнозируется явный срыв сроков выполнения работ. Хуже всего обстоят дела у ССУ-6. В этом году они должны были выполнить сложный комплексный ремонт дома в Октябрьском. Однако не сложилось. На данном этапе это очень проблемный дом. Я просто помню, как он согласовывался. Тогда очень тяжело. То есть там большой комплекс, там реконструкция этого дома. То есть там очень большой комплекс работ на этом доме положен. И вот с того года идут вопросы по тому, как мы будем конкретно проработать по усилению фасада, фасадной части. У жителей есть вопросы, в администрации есть вопросы, у прикрывчика есть вопросы. А вопросов к подрядчикам у жителей Первомайской-16 накопилась масса. В доме уже обновлен трубопровод, выполнен ремонт кровли. Замена электроснабжения находится на первоначальном этапе. И теперь люберчане категорически против пускать строителей в свои квартиры для продолжения ремонта. Претензий к качеству уже проделанных работ слишком много. Нам страшно пускать в квартиры, потому что то, что мы видим, как ведутся работы в коридорах, и как потом не доделывается эта работа. Мы хотим, чтобы ремонтные работы в доме были взяты под контроль. Чтобы на каждом этапе ремонтных работ были ответственные лица, которые приезжали, принимали эту работу. Причем это были профессионалы. И как оказалось, опасения жителей возникли неспроста. Руководитель областного управления технического надзора капитального ремонта лично выехал за разъяснением ситуации. Совместно с представителями администрации он провел комплексное обследование уже выполненных работ. Выявил проблемные зоны и ошибки, которые допустили подрядчики. Визуально мы определили, что теплоизоляция неправильна была. Также в кое-каких местах был пережег материала. Подрядная организация взяла это на контроль. Все остальные выводы были сделаны после предоставления проекта. Подрядчик протокольно все эти замечания будет исправлять. В дальнейшем будет проведена комплексное обследование по устранению этих недочетов. Уже в ближайшее время участники инспекции соберутся в Октябрьском снова, чтобы определить, точно ли эти работы были сделаны по проекту. По словам Александра Проварова, по предоставленным документам будет вестись строгий контроль со стороны министерства ЖКХ, стройной отзора и администрации. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.